Меня зовут Лоскутов Олег. В свое время я работал на телеканале ТНТ. Сначала ресерчером. Это человек, который работает в кастинг-группе. Потом уже редактором телепроекта «Битва экстрасенсов». И уже после телепроекта «Битва экстрасенсов» я работал менеджером по рекламе в компании «Волшебная сила». Это там, где работают экстрасенсы после участия в программе «Битва экстрасенсов». Писал для них статьи, их истории и так далее. То есть продвижением местновидящих, которые работали в центре. В качестве редактора на «Битве экстрасенсов» я отработал три сезона. Так как в среднем этот сезон длится полгода, будем считать, что около двух лет именно на «Битве экстрасенсов». Моя деятельность на телеканале ТНТ началась в духе американской мечты. Это когда человек по улице шел-шел, и потом вдруг вот такой шанс выпал. Одна знакомая мне позвонила и сказала, знаешь, вот на телеканале ТНТ есть вакансия ресерчера, и там проводят собеседование. Я сказал, что я никогда не был связанным с телевидением, хотя у меня творческая профессия. Но я пошел попробовал. Я был на собеседовании, и через месяц меня пригласили работать на телеканал. Ресерчер – это человек, работающий в кастинг-группе. То есть, например, появляется новый телепроект, и на него нужно набрать, для участия в телепроекте, нужно набрать людей. Вот этот человек, ресерчер, он обзванивает желающих, тех, кто присылает свои резюме, знакомые, незнакомые люди. Ну, в общем, он беседует с теми, кто хочет участвовать в телепроекте. В 2007 году на телеканале ТНТ появилась программа «Битва экстрасенсов». И вот наша ресерчер-группа, она занималась тем, что приглашала на кастинги экстрасенсов. Сначала уже кастинг проходит, потом уже программа. И в тот момент, с 2007 года, я работал в этой кастинг-группе, которая приглашала на съемки, на собеседование людей, которые называют себя экстрасенсами. Мы с ними беседовали, они рассказывали, что могут, что не могут, как себя называют. Все это записывалось на видеокамеру, и уже как бы дальше просматривались эти люди, и попадали или не попадали в программу. И когда первая, например, десятка уже определилась, ну, я в этом не участвовал, в определении десятки, а когда уже первая десятка определилась из тех людей, которые кастинг-группа выбрала, вот тогда появился Кефир Продакшн, который занимался съемкой программы «Битва экстрасенсов». И вот уже в этот момент меня пригласили работать туда именно редактором испытаний. Как наша кастинг-группа стала участвовать в проекте «Битва экстрасенсов»? Однажды мы занимались совершенно другим проектом, набирали людей, беседовали с ними и все прочее. Однажды в нашем кабинете появился диск под названием «Битва экстрасенсов». Это была английская версия. Она шла на английском языке с русскими субтитрами. Нам сказали, вот садитесь, смотрите этот диск, вот нечто такое подобное мы должны сделать. Мы всей группой сели у телевизора, смотрели этот диск, эту программу. Что-то для нас было непонятное, незнакомое. Люди, которые называют себя экстрасенсами, проходят какие-то испытания, называют, судьи называют лучшими, худшими. То есть для нас абсолютно был новый проект, о котором раньше мы не слышали. Вначале я хочу пояснить, как вообще появлялись экстрасенсы на кастинг. Так как перед нами стояла задача найти на программу экстрасенсов, а многие из нас вообще никто не знал, кто такие экстрасенсы. Ну, что-то или слышали, или что-то. Ну, то есть никто с ними не сталкивался. Вот лично я, как приглашал людей на кастинг, я брал журнал 7 дней. На развороте были услуги гадалок всяческих разных. Я обзванивал этих людей и говорил о том, что на телеканале ТНТ появляется новый проект под названием «Битва экстрасенсов». И вот не хотели ли вы поучаствовать в этом проекте, показать свои способности вот уже на более другом уровне. Но, к сожалению, в общем-то, очень большой процент людей отказывался. Потому что, я поясню почему. Потому что одно дело, когда ты по объявлению к тебе там за 500 рублей идут люди гадать, а другое дело, когда тебя будут показывать на всю страну. Это несколько другая ответственность. И, видимо, люди боялись этой ответственности и отказывались. То есть на первый сезон «Битвы экстрасенсов» было очень сложно собрать людей. Вот реально сложно. Мы звонили по магическим салонам, приглашали участников этих магических салонов на кастинге, звонили по объявлениям неких гадалок, ясновидящих, магов. Очень сложно было собрать людей на кастинг. И процесс, механизм был такой. Я вот беседовал с экстрасенсом, он мне рассказывал все. Я заполнял некую таблицу, где было написано там «Иванова Мария Ивановна называет себя экстрасенсом». Может читать мысли по ее словам, может читать мысли, двигать предметы, гадать на картах. И свою рекомендацию, что стоит просмотреть второй раз или больше не звонить. Ну, видно, что человек, ведь приходили, ну, будем говорить, даже нездоровые люди. Это было сразу практически понятно. Которые думали, что они что-то умеют. Вот. То есть на каждого экстрасенса была заведена некая таблица. Это типа фамилия, имя, отчество, что умеет, как себя называет. И наша рекомендация, грубо говоря, годен-негоден. В круг обязанностей в самом начале пути битвы экстрасенсов входил этот вот отбор, кастинг на битву экстрасенсов. С Марией Шайкевич я познакомился уже в тот момент, когда образовался Кефир Продакшн и началась непосредственно работа уже над испытаниями. Вот в тот момент уже Мария Шайкевич пригласила меня на битву экстрасенсов, уже в сам Продакшн на должность редактора испытаний. Мария Шайкевич на битве экстрасенсов, она продюсер. То есть это человек, который ответственный за весь процесс. Непосредственно на съемках Мария Шайкевич не всегда принимала участие непосредственно на съемочной площадке. Но все обсуждения в редакторской испытании, детали испытаний, как это будет проходить, конечно же, все было при ней. И, естественно, я думаю, что даже если она не была непосредственно на съемочной площадке во время съемок, то никакой момент мимо нее не проходил. Когда сам процесс съемки битвы экстрасенсов уже был в самом разгаре, когда мы снимали испытания, когда был какой-то отклик телезрителей и так далее, вот в тот момент, видимо, уже понимая, что все пошло не так, как у английской версии, когда там вышло всего две серии, и все, на этом интерес к битве экстрасенсов пропал за границей. А у нас интерес, он с каждой серии нарастал, 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 как снежный ком. И уже, видимо, тогда, понимая, что за всем этим стоит, ну, что-то не совсем правильное, Мария Шайкевич произнесла фразу, которая мне очень запомнилась. Мы сидели все в редакторской, обсуждали очередное какое-то испытание, и вот тогда она произнесла такую фразу «Гореть нам всем в аду за эту программу». Я думаю, что это была такая очень пророческая фраза. Я не знаю, насколько мы будем гореть в аду за эту программу, но я одно хочу сказать, что, конечно же, те, кто работал на битве экстрасенсов, в чем-то мы были все ущемлены. Кто-то в личной жизни, кто-то еще в чем-то, потому что, находясь с экстрасенсами 24 часа на съемочной площадке, а съемочный процесс длится очень долго, если на экране испытание идет 8 минут или 17 минут, то на съемке могли уйти и сутки. И поэтому, понятное дело, что практически все люди там были одинокие, неустроенные и так далее, и так далее. Мало у кого были семьи, которые бы соглашались все это терпеть. Конечно же, не только Мария Шайкевич, как главный продюсер, были начальниками на битве экстрасенсов в Кефире Продакшн, потому что еще был выпускающий шеф-редактор, это Ирина Сметанова, плюс Анна Девицкая, это креативный продюсер. То есть, конечно же, эти люди всегда присутствовали на съемках и всегда принимали самое непосредственное участие и в съемках, и в обсуждениях, и в построении съемочного плана. Ирина Сметанова – это выпускающий шеф-редактор. То есть, за ней было некое последнее слово. То есть, она отсматривала материал, и уже после этого он шел в эфир. Вообще, в кастинг-группе работало много людей. То есть, я не могу сказать, что прям поименно и по пальцам пересчитать, но не менее пяти человек всегда было. А когда уже мы перешли работать непосредственно в Кефир Продакшн над съемками программы, то там всегда, в общем-то, было где-то четыре редактора, которые отвечали за подготовку испытаний. Девушки, которые отвечали за чай-кофе и порядок на съемочной площадке. Ну и, соответственно, директор съемочной площадки, который отвечал вообще за съемочный процесс, за аппаратуру, за свет и так далее. Я хочу сказать, что на работе именно редактора по испытаниям редактора очень часто менялись. Я вот задержался на три сезона. То есть, я работал на трех сезонах. Передо мной, в общем, практически все менялись. Вот один сезон поработают и заменяли по разным причинам. То есть, тут причины я не могу сказать, по каким причинам кого-то оставляли работать дальше на сезоне, кого-то не оставляли. Я хочу еще раз прояснить, что набор на первый сезон был очень сложным. Он реально был очень сложным, потому что никто не знал, что за программа, что она в себе несет, как это будет на выходе, как экстрасенсов представят, в каком свете. И поэтому, конечно, экстрасенсов было очень сложно выбирать на первый сезон. Поэтому мы старались обзванивать и как всяких магов и гадалок по газетам и по журналам, которые давали объявления о себе. Но и, конечно же, старались привлекать в первую очередь людей, которые уже работали в магических салонах. Потому что в то время я вообще не интересовался ни магией, ни магическими салонами в Москве. Но они были. И, конечно же, мы звонили по магическим салонам и приглашали работников на кастинг «Битва экстрасенсов». Поэтому я хочу сказать, что... Вот мое замечание, которое, может быть, многие телезрители отмечали для себя. Вот в первых битвах, так как это было такое не массовое производство, а штучный набор, в первых битвах люди были какие-то более интеллигентные, более образованные, более хорошо выглядящие. То есть, тогда был упор на действительно способности человека. То есть, мы не приглашали людей и не говорили, вот вы умеете на сковородке жечь борсучий жир и посыпать это все лепестками роз. Они говорили, да, умеем, я еще могу бубен, значит, бить. Мы бы говорили, о, как замечательно. Нет. Вот в первом сезоне это был упор на то, чтобы найти людей именно со способностями. Вот, ну, которые хоть как-то, значит, говорили о своих способностях внятно, доходчиво и правдоподобно. Вот, поэтому в первый сезон было очень сложно найти людей и доходило до того, что когда снимали массовку, ну, массовку я имею в виду вот когда люди приходят в театр и за ширмой смотрят, ясновидят, что там за ширмой происходит. Людей попросту не хватало. То есть, если ведущий в кадре выходил и говорил, что к нам пришло там тысячи человек, и которые хотели бы участвовать в проекте «Битва экстрасенсов», на самом деле этого не было. Там пришло, дай бог, 20 человек, 20-30 человек, и среди которых был отбор. То есть, это было очень сложно. Вот, и поэтому я считаю, что вот в первом сезоне какие-то люди были интеллигентные, которые не лезли рвать друг у друга что-то еще. То есть, ну, никто не знал, во что это выльется. Просто собирали людей со способностями, которые должны были показать их в стиле экрана. Вернемся, как проходил кастинг на «Битву экстрасенсов»? Вот я сижу за столом, передо мной сидит экстрасенс. Я его выслушиваю, он рассказывает о своих способностях, он мог часами говорить, какой он экстрасенс и все прочее, прочее. Но мы сводили к самой минимальной проверке, которая могла быть на тот момент. Я клал перед экстрасенсом три конверта, в одном были деньги, в другой пустой, а в третьей была фотография какого-нибудь человека. И говорил, вот что в конвертах? Это был стандарт для нас, для всех, для редакторов. Это был некий стандарт, потому что как иначе можно было выявить очень напрямую эти способности? Только вот по конвертам. И если некий экстрасенс вдруг в пустой конверт попадал и говорил, что он пустой конверт, то для нас это было уже просто вот способности, это вот чуть ли вот не все. Не попадание в десятку, потому что, ну а как иначе, а как человек иначе в десятку попадет? Вот. Не просто же говоря о том, что он экстрасенс, а мы такие, ну да, да, ты экстрасенс, да, пойдем с нами. Чисто, ну может быть чисто везение. Я вот, честно говоря, я не очень во все это верю, работая с ними столь долгий срок. Я почему не верю? Потому что ни один экстрасенс за все года, с которым я работаю, ничего обо мне толкового. Ну я вот, например, беседую с экстрасенсом, говорю, вот расскажи обо мне. И каждый раз я хочу услышать то, что другие не знают. Знаю только я. Но кроме того, как о своем желудочно-кишечном тракте, о печени, о селезенке, еще о чем-то, я ничего о себе не слышу. Ну, ребят, вот смотрите, мне под 50 лет, у меня лишний вес. Что это значит? Это значит, что у меня печень, селезенка, желудочно-кишечный тракт, о которых можно спокойно говорить. И я такой сижу, ну да, 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 есть. А, вот у меня поджелудочная, да, да, у меня панкреатит. Ну то есть, вот. Но таких чудес на кастинге, когда приходит некая тетя Маша и говорит, так, ведь на экранах же мы видим чудеса, но на кастинге таких чудес нет. Приходит некая тетя Маша и говорит, типа, вот у тебя там заболевание желудочно-кишечного тракта. Ну, оно у всех, в принципе, есть. У всех какие-то отклонения, еще что-то. Ты мне расскажи, кто у меня родственники, кто от чего умер, что я сегодня ел на завтрак, какой дорогой я сегодня шел и что у меня лежит в портфеле. Ведь вы же на экране все это рассказываете. Вот тогда вы меня удивите. А в течение нескольких лет мне рассказывают про желудочно-кишечный тракт, меня этим не удивишь. Меня мало уже чем экстрасенсы могут удивить, потому что, в принципе, ни один человек, который со мной беседовал, и с которым я беседовал, никогда не рассказал обо мне того, что я хочу от него услышать. По здоровью попадание, да. Но это не ясновидение, это попадание. Потому что любой экстрасенс, он психолог. С дипломом или без, но он психолог. Он смотрит в твои глаза, и что он видит? Он видит печенку. Он смотрит на твой вес, что он видит? Он видит желудок, поджелудочную. Смотрит на твои руки. Я сам это прекрасно могу увидеть. Если у тебя круглые ногти, то у тебя привет с легкими. То есть, за это время я научился сам это видеть. Так как у нас было несколько кастинг-менеджеров, то, конечно, мы не по каким-то спискам. Вот тебе эти люди, тебе эти люди. Они приходили, мы приглашали на собеседование, и как бы собеседовались. И поэтому я хочу сказать, что именно кастинг тех людей, которые вошли в первую десятку, в первые участников, как-то прошел мимо меня. В смысле, я в нем участвовал, но именно эти люди на беседу со мной не попадали. То есть, я потом их уже увидел, этих людей, уже в группе, когда вот их выбрали. Действительно, странно. Вот я сейчас про это вспоминаю. И вот именно вот эти вот люди, которые попали в десятку, я их... То есть, я лично их не кастинговал. Поэтому я не могу сказать ничего про кастинг вот именно этих людей. Совпадение может быть и странное, а может быть, это не совпадение. Потому что, как показали съемки следующих сезонов, то, например, на съемке «Багажника» или на съемке «Мистера Икс» может появиться человек, который не участвовал в кастинге каких-то отборочных первых двух испытаниях. Такое тоже бывало. Поэтому я не задумывался об этом, совпадение это или нет. В общем, тех людей, которые вот они появились в первые десятки, вот лично я не кастинговал. Не проходил с ними собеседование. Поэтому не могу сказать, как они себя вели на собеседование. Было очень много людей там других, которые там рассказывали, как они получили от бабушек, от тетенек, и все получили свой дар ясновидения и так далее, и так далее. Ну, если так задуматься и вспомнить, то, возможно, в среднем где-то человек 20 вот на каждого кастинг-менеджера приходилось. То есть это был, понимаешь, это же был вот... Я говорю, вот я позвонил какому-нибудь магу, да, которого нашел в газете или в журнале, и он говорит, да, хорошо, я приду на кастинг. Я ему назначаю время, я с ним встречаюсь, я с ним беседую. То есть это в тот момент, в тот момент, это не был поток писем, поток звонков, поток заявок на участие в битве экстрасенсов. В тот момент ресерчер шел к экстрасенсу. Это сейчас экстрасенсы идут сами. Сейчас очень многочисленная толпа собирается людей, то есть никого уже зазывать не надо. Все прекрасно понимают, что это некий шанс для того, чтобы стать популярным и так далее, и так далее. И все, что популярность дает. А в тот момент это вот, я говорю, был штучный такой товар. Вот так. Тема написания испытаний мне очень близка, потому что я был именно редактор по испытаниям. Поэтому здесь я могу говорить достаточно развернуто и достаточно предметно. Я поясню, что в первом сезоне, например, за выпуск, за один выпуск, было три испытания. Вот. Это была некая угадайка, когда сидят шесть человек, и нужно было найти из этих шестерых людей какой-то определенный персонаж. Потом уже от этого испытания отказались. Это испытание длилось минут семь-восемь на экране, но в приготовлении оно было жутко муторным, потому что нужно было продумать, а кого мы завтра будем искать. Может быть, это будет сантехник, спрятанный между теми, кто танцует в балете, и надо будет его найти. А может быть, это будет гитарист, сидящий среди пианистов, и нужно будет найти. То есть, ну, некая такая вот просто была угадайка, которую нужно было снимать, на которую уходило очень много времени. И вот здесь вот, конечно, приглашались люди с разных актерских агентств, потому что или с улицы, или с актерских агентств, которые должны были вот сидеть и изображать там пианистов, гитаристов или еще кого-нибудь. И среди этих людей сажали действительно реального персонажа, о котором мы хотели бы спросить. В угадайках было все. И судимость, и алкогольная зависимость, и кто из сидящих перед вами родился и жил в детском доме, и кто сидящий перед вами владел вот этим вот поместьем, на фоне которого мы снимаем вот это испытание. То есть, угадайка – это было очень муторное испытание, потому что уходило много времени, но нужно было действительно же как бы зрительно это все делать и все прочее. Вот поэтому мы не очень любили угадайки, нас гоняли в хвост и в гриву, потому что они ляпались на коленке, но надо было качественно сделать и придумать. А придумывалось как? Вот что мы снимем в угадайке? Вот у нас есть актер кино и телевидение, который жил и в детском доме, например, с самого рождения. Вот давайте мы соберем 8 человек, которые там как бы на взгляд похожи, что они жили в детском доме, и посадим среди них этого человека. То есть, он реально жил вот здесь? Да, вот этот, значит, например, актер какой-то жил в детском доме, его сажали среди там 8 человек, которые не жили в детском доме, но по каким-то признакам они бы могли быть похожи, что они жили в детском доме. Ну и вот так вот к ним приводили экстрасенсов и в кадре ставили задачу. Вообще все редактора смутно, в принципе, представляли, кто должен сидеть. Например, там, ну сейчас вот прям конкретно не могу вспомнить, какое, ну любую угадайку возьми, да, пусть это сантехник, пусть алкоголик, пусть еще кто-нибудь с судимостью, да. Вот. И нужно было окружить его людьми, которые по задаче там креативного продюсера вот должны почему-то как бы сбить экстрасенсов с толку и направить на них. То есть, вот что у них должна быть? Тоска в глазах, там, одутловатое лицо от возлияний, там, или сперегар, или еще что-нибудь. То есть, это вот действительно было очень муторные съемки. Нужно было найти неких людей, которые смахивали бы на героя, но не были бы героями. А, естественно, мы обращались в актерское агентство, они нам присылали фотографии, то есть, у нас была некая такая небольшая база фотографий с актерского агентства. Вот мы показывали фотографии продюсеру, что насколько эти люди подходят. Она решала, кто из этих людей подходит, значит, в окружении главного героя. Это решала или Анна Девицкая, или Ирина Сметанова. То есть, конечно же, я мог только предоставить варианты. И любой из наших редакторов мог предоставить варианты людей. А уж кому участвовать, конечно же, принимали решения дальше продюсеры. Ну, про такое испытание, как «Багажник», как в первом сезоне, как во втором, так и в третьем, я могу говорить, в принципе, достаточно много, потому что я сам участвовал в процессе создания всего этого. То есть, за некоторое время, до дня X, когда снимаем «Багажник», значит, набирались машины, приглашались желающие, которые предоставляли свои машины. Машины загонялись в ангар, в некий гараж, и, значит, как все видели, выстраиваются там в ряды, и все прочее, прочее. Так как съемки действительно очень долгие, потому что на съемки этого испытания приглашаются практически все экстрасенсы, вот, то они могли длиться и 24 часа. Например, однажды именно съемки, вот, первого испытания, я стоял возле двери, запускал экстрасенсы 24 часа. Вот, то есть, это неважно, это в ночь, полночь, экстрасенсы, то есть, кто-то, кому-то это нравилось, не нравилось, но экстрасенсы, значит, раз вы уже пошли сюда, то вы уж, извините, играете по нашим правилам, правильно? Вот. А в какие-то особенности этих съемок, я точно могу сказать одну особенность. В этом испытании нельзя, чтобы никто не открыл багажник. Правильный багажник. В этом испытании нельзя, чтобы никто не открыл правильный багажник. Ну, это как в любом сериале, в любом сценарии. Вот представьте, 24 часа люди снимали, снимались, а что мы покажем по телевизору? То, что никто багажник не открыл. Такое вероятно, если все по-честному. Ну, вероятно, но такого же не происходит на экране. Не происходит. Мы ни разу такого не видели, что, значит, ведущий сказал, вот сегодня на испытаниях никто багажник не открыл. Поэтому мы движемся дальше, и экстрасенсы пройдут свое испытание на пригодность в следующем туре. Такого нет, обязательно. Понимаешь, дело в том, что испытание багажник – это некий один из уровень, такой один уровень отсева людей, которые пойдут дальше. Здесь проверяется многое. Как человек говорит? Любит ли его камера? Как он себя ведет на съемочной площадке? Насколько он может быть сговорчив, несговорчив? Насколько он может быть истеричен? Насколько он может быть непредсказуем? Насколько он может быть скандален? Насколько он плохо или хорошо реагирует на свой успех, неудачу? И так далее, так далее, так далее. И вот отсюда уже начинается плясать вот это вот… Те, кого представят в готическом зале в качестве участников. Потому что, ну вот, давайте смоделируем ситуацию. Я вышел на площадку, я походил возле машин, так вот, походил-походил, показал пальцем на машину, говорю, вот в этой красной. А не открыли, там ничего нет. Я говорю, ну да, ладно, хорошо. Разве меня возьмут дальше? Нет. Я же не интересен уже сразу. А теперь другая ситуация, что я вышел к машинам, я зажег свечи, расстелил некий платок, там, коврик или еще что-нибудь, зажег свечи, порезал себе руку, накапал на череп барана кровью, потом, значит, этой рукой поводил, поляпал по багажникам. И даже если я не попал в тот багажник, в котором лежит человек, я уже могу быть интересен, потому что я могу делать некое шову. А теперь третья ситуация, когда я порезал руку, накапал кровь на череп барана, поляпал по багажникам, походил, не попал в багажник, и когда там открывают, да, а я говорю, «Хм, ребят, но я чувствую, что здесь вот он был, или он дотрагивался до этой машины, или еще что-нибудь». То есть, видишь, уже третья модель ситуации. А тут я становлюсь еще интереснее, потому что я не только хорошо показал шоу и свой выход, а я дальше могу развить. Я могу говорить о том, кто был этот человек или никто был. И даже если я там что-то попал, не попал, оно видно, что я способен далее захватывать зрителя. Поэтому те, кто приходят, не попали в багажник и говорят, «Ну ладно, хорошо», те уже не идут, они не интересны никому. А вот если человек дальше развивает вот эту вот зрительскую магию, вот эту свою магию и все, что он может представить, то есть, шанс попадания в десятку, он также присутствует именно на съемке багажника. То есть, если человек выкладывается театрально, потому что я не верю, что он порезал руку и пошлепал по черепу барана, и кто-то там пришел какой-то дух и подсказал, я в это не верю. Но если человек в это верит и хорошо это красиво показывает, зрителям это понравится. Конечно, как я уже говорил, не может быть такого, чтобы багажник или там шкаф или чемодан, ну, смотря как испытание построено, чтобы этот багажник не был открыт с тем, кто находится внутри. Конечно же, не может быть такого. Здесь я могу говорить только про два случая. Вот. Потому что я не могу сказать, как в первом сезоне Наталья Воротникова именно открыла багажник. То есть, своими ли способностями, с какой-то подсказкой или еще чем-нибудь. Потому что вот тогда я не участвовал в подковерных играх. Я смотрел на все широко открытыми глазами. Мне было... Я ловил кайф от того, что я нахожусь на этой программе, на какой-то значимой, большой. Ну, и вообще, что я участвую в этом процессе. Вот. И поэтому, как бы, для меня это было еще вот такой вот волшебный мир телевидения. И я в этом участвую. Вот. Поэтому я не могу сказать, что почему именно вот Воротникова открыла багажник. Это сейчас я могу какие-то вещи догадываться или еще что-то. Вот. У Воротникова очень хорошо себя... Ну, как? Она не очень хорошо себя преподносила. Были намного ярче персонажи. Просто там была в момент съемки в одной... Это можно увидеть на первом сезоне. Она пришла, Воротникова, в такой шляпе. И она как-то так посмотрела. И вот этот момент засняли. И его немножко так пролонгировали. И получилось, что Воротникова таким ведьманским, от слова «ведьма», взглядом из-под шляпы провела глазом. И вот типа всех, все, все покукожились, покорежились. Ну, то есть, это был хороший... Хороший момент. Вот просто-напросто. Если бы Воротникова не посмотрела вот так из-под шляпы, и это не ухватила камера, то вот этого момента не было. Его можно увидеть, этот момент. Его часто тиражировали, этот момент. Сама ли она нашла человека в багажнике или не сама? И вот не буду говорить ничего. Но в «Камеди Вумен» есть такой момент. Там Мария Федонки, если я правильно называю ее фамилию, они изображают, девушки из «Камеди Вумен», изображают битву экстрасенсов. И Мария сидит и говорит, я знаю, где человек, в каком багажнике лежит человек. И все у нее спрашивают, как ты знаешь, как ты знаешь? Ну, возле которого будет стоять оператор и свет. Там и будет лежать человек. Ну, а как иначе? Потому что, ну, как бы, представляешь, стоит там 60 машин, да? И именно в этот момент, ну, если посмотреть съемки, вот это вот все крупным планом, как открывается багажник, как появляется человек из багажника и все прочее. То есть, это значит, нужно или переснимать, или знать, где это будет снято. Ну, любой телевизионный человек это понимает. Потому что, если я подошел в один конец и сказал, что вот здесь вот лежит человек, а оператор находится у меня, там, в 40 метрах от меня, он не снимет вот этот вот красивый выход и красивое распахивание багажника так, как это показывает на экране. Я говорю о том, что есть некие косвенные признаки, которым, понимаешь, экстрасенсы могли сказать, что я сейчас не говорю, что именно этими словами, но в дальнейшем поработаю я, ну, если бы я владел информацией, да, в каком багажнике лежит человек, и вот я бы мог сказать, что типа двигайся в том-то направлении, где выставлен там свет или там находится оператор или еще что-нибудь. Ну, то есть всегда можно экстрасенсу рассказать некие признаки, по какому пути нужно двигаться, чтобы правильно найти. Про ширму на съемках ширмы все происходит, в принципе, также очень много людей, значит, приходит в зрительный зал, за ширмой происходит некое или действие, или, ну, мы все знаем, что там периодически появляется или картина, или люди, или человек что-то делает, а экстрасенс за ширмой должен пояснить, что же там происходит. Да, первый сезон была балерина. Вот. Но по большому счету я не помню, чтобы кто-то что-либо там особо угадывал. Дело в том, что сейчас я поясню, видимо, даже то, что ты не знаешь, в первом сезоне была не только балерина. Одни съемки происходили, за ширмой была балерина, а вторые съемки происходили, за ширмой был культурист. Этого очень мало, видимо, кто-то знает. Вот. И, ну, видимо, с культуристом было совсем все плохо. И поэтому, вот, когда при монтаже, наверное, потому что кто-то же из экстрасенсов говорил, что там человек стоит в какой-то такой позе или в такой позе, ну, могло быть такое-то, если пересмотреть. Понимаешь? И, видимо, более вот этих попаданий, оно было более к балерине. И поэтому, в общем, в итоге оставили то, что там балерина находилась. Подожди, извини. То есть, было две ширмы или была одна ширмой? Ну, как две. Она была одна. Просто, например, сначала была балерина, всех экстрасенсов прогнали, потом был культурист, всех экстрасенсов прогнали. А уже по... по... по результатам съемок оставили балерину. Может быть и так, как я сейчас понимаю, что все равно кто-то куда-то должен был попасть. Правильно? Но и плюс еще это был наш первый опыт. И... То есть, не отработано, не накатано. Это были съемки вообще первого испытания. И, может быть, вот такое решение было. То, что одним показывает одно, другим показывает другое. Ну, то есть, вот тут я не могу сейчас судить, почему было так. Это уже потом появился только один человек или один образ, или один предмет. Но вот в первом сезоне было два... Две съемки, которые свели в одну. Вот. И там уже, конечно... Ну, кто-нибудь да рассказал, что там находится человек, который там стоит в какой-то позе. Вот. А это могло быть как на съемках культуриста, так и балерина. Там человек в какой-то позе по-любому стоял. Вот. Но, в принципе, в этом ничего страшного не было, мне так кажется. Потому что нужно было дальше людей отбирать на десятку, вот именно на съемки в готическом зале. Мы сейчас говорим о съемках испытания «Мистер Икс». Можно вспоминать какие-то разные курьезные случаи на этих испытаниях. Их было и много. Всяких разных случаев всего не запомнишь. Мне просто, так как я работал, например, был участником этих съемок, то на втором сезоне мне запомнился просто один курьезный случай. «Мистером Икс» была Катя Лель и одна из участниц это была Валентина Никитенко во втором сезоне. Вот. Она пошла на съемки «Мистера Икс» и вдруг приходит к нам Анна Девицкая и говорит, она прямо вот зашла и прямо рассказывает, что вот она стоит в этих в очках непрозрачных и говорит о том, что вот я слышу здесь музыка «Уси-пуси», «Муси-муси», то есть это видно на съемках. Она говорит, дело здесь не чисто, давайте как-то мы вот это проверим. Я не буду врать, что я говорю, так, ребята, извините меня, но я полез к Никитенко в пальто достал ее телефон, открыл смс-ки, это я лично сделал, открыл смс-ки и там было написано «За ширмой Катя Лель». Да, это видимо кто-то... В тот момент еще были испытания, когда мы не отбирали телефоны у людей, у претендентов и видимо те, кто... Ну, кто-то из подруг Никитенко по цеху, так сказать, вот, кто-то уже прошел это испытание и Никитенко просто-напросто прислал смс-ку, кто там был. Поэтому вот такое вот типа «Слышу музыку», там «Муси-пуси», «Пуси-муси», вот, и то есть мы поняли, что просто-напросто ей кто-то из тех людей, которые уже прошел испытание, ей просто прислали смс-очку и Валентина Никитенко уже знала, кто там за шермой. То есть вот такие вот случаи тоже бывали. Значит, как я уже говорил, вот в самом начале съемок в серии всегда присутствовало три испытания. Вот это вот была некая угадайка, была история такая какая-нибудь кого-то убили, зарезали, и ну, всегда трагическая история. И была некая история такая паранормальная, когда человек там в доме слышал стук, звуки или еще что-то в этом духе, и вот экстрасенсы приходили и как бы разбирались в чем дело. И еще же были там, по-моему, поиск, там что-то на стадионе искать. Да, конечно же, но поиск, так как испытания поиска, это были такие более глобальные испытания, то их всегда испытания поиска оставляли уже тогда, когда экстрасенсов оставалось все меньше и меньше, это было проще по съемкам, потому что это были масштабные съемки, вот, и на каждую серию такое испытание не готовилось. Это когда уже оставалось, например, там четыре там человека, четыре или три человека экстрасенсов, и вот тогда уже были масштабные съемки, вот, когда там или прятали людей в каком-нибудь заброшенном здании или там еще что-то вот таком. Ну, чаще всего или ребенка в лесу прятали, там лес, поле, вот эти вот перемежающаяся территория, вот, или заброшенное здание, там больница, школа или еще что-то в этом духе, вот, и там нужно было найти этого человека. В этой части нашего разговора я хочу пояснить, что все истории, которые связаны с людьми, с какими-то трагическими судьбами, с судьбой человека, это так назовем, там, где участвуют люди, но я думаю, что и сейчас и раньше это были действительно настоящие истории, это непридуманные истории, что кого-то убили, зарезали, вот, тут я не могу сказать, что я хотя бы раз участвовал вот в такой придуманной истории. Дело в том, что на битву экстрасенсов присылали письма люди со своими историями, вот, у меня такая-то проблема, помогите разобраться. Вот, если это письмо стоило того, вот, стоило вот того интереса, или это была ценная информация, интересная информация, из которой можно было съемки сделать, то это пускалось в работу, но сначала показывали это письмо продюсерам, вот, и я могу сказать, что были, вот, через мои руки прошли истории, которые мне самому очень нравились на тот момент, и, как я уже говорил, что какими-то историей я могу гордиться, это вот, ну, потому что, если ты берешься за эту историю, вот, тебе пришло письмо по такой-то проблеме, то ты ее там доводишь до конца, то есть, ты, это очень сложно, на самом деле, вот, на экране это немного, как бы, показано, а на самом деле сложно, когда человек написал, да, у него-то то-то происходит, и ты должен эту историю раскрутить, ты встречаешься с главным героем этой истории, встречаешься с его, там, детьми, родственниками, соседями, которые могут сказать, да, действительно, я там слышу шум или стуки в их квартире, или я там видел что-то, то есть, ты собираешь, вот, всю-всю-всю, вот эту информацию, нанизываешь, нанизываешь ее, вот, и, как бы, у тебя получается цельная картина, что в этой семье происходит то-то, это видели те-то, те-то, те-то и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы подойдем к самому важному. То есть, я как редактор, я владею на момент съемки этой истории, я должен владеть, во всяком случае, информацией всей, чтобы не было никакого провала. То есть, например, если экстрасенс на съемочной площадке сказал, я вижу, вижу, он сгорел в огне, а там вижу какую-то, не знаю, синюю картину на стене. Я должен знать, что в этой квартире когда-то висела синяя картина на стене. Или не висела. Потому что, если она висела, об этом знаю только я, и экстрасенс это сказал, то значит, он супер-пупер-экстрасенс. То есть, мы подходим к этому моменту, что редактор испытания владеет полностью всей историей. От А до Я. Соответственно, экстрасенс может проходить по-разному это испытание. Может проходить хорошо, может плохо. Вот. Но, если он скажет хотя бы вот ключевую фразу, что на этой стене висела синяя картина в тот момент, когда эта квартира горела, вот тогда он получит белый конверт. Потому что на в этом на этой неделе он был, наверное, самым лучшим экстрасенсом. Он показал самые свои лучшие способности и знания. Но откуда экстрасенс, если он не экстрасенс, может знать, что в этой квартире висела синяя картина? Ответ напрашивает сам собой. Значит, кто-то из экстрасенсов подружился каким уж способом, это мы не знаем, или знаем, но у каждого редактора были свои способы, у каждого экстрасенса были свои способы. Значит, он подружился с кем-то из редакторов настолько, что редактор, рискуя своей должностью, рискуя своим положением, мог сливать вот такую информацию. Про квартиру в огне и синюю картину я привел как общий пример. То есть, для того, чтобы зритель понимал, что если экстрасенс говорит, что в этом пожаре сгорела синяя картина, и об этом знают только родственники и редактор, а родственники часто за монитором сидят и говорят, да-да, там была синяя картина, боже мой, боже мой, как он узнал. Ведь мы часто наблюдаем такие вещи, когда герои истории сидят за монитором и говорят, ой, да он ничего не рассказал, ничего, как-то не попал. Они все время говорят, не попал. То есть, не попал, не это самое. То есть, они даже не говорят, что проясная видел, прочувствовал, что он говорит, не попал, что-то неинтересно, не это. И вдруг, если экстрасенс говорит, что в этой квартире, где был пожар, сгорелась синяя картина, все говорят, боже, там правда была синяя картина. Вот, вот он настоящий экстрасенс. Да, герои истории, где произошли всяческие разные трагедии, болезни и так далее, и так далее. Это настоящие люди. Эмоции, реакции. Эмоции, реакции, ну да, ведь никто их не заставит там плакать или не плакать. С ними можно провести беседу, чтобы они как можно больше говорили за монитором. То есть, рассказывали, общались между собой. Ну, то есть, они не просто молчали, сидели, а давали какие-то реплики. Потому что из этих реплик, из одной и двух, можно пустить в эфир для того, чтобы усиление эффекта. Да, блин, там была эта картина, никто об этом не знал, и мы даже сами забыли. То есть, если герои истории, они общаются между собой, рассказывают друг другу что-то, подтверждают, то это, конечно, очень большой плюс. А много ли вообще писем получали от зрителей вот таких? У кого там или квартира, или какая-то трагедия, или какой-то полтергейт дома живет, или еще что-то? Много таких писем было? Вот на первый сезон как их находили или не было тогда таких писем? Писем в адрес редакции было, конечно, много, уже начиная с первого сезона, потому что там была почта указана, куда можно присылать свои истории, и поэтому, конечно, их было много. но шквал писем увеличивался с каждой серией, то есть, конечно, на первую серию, на вторую, на третью особо же никто же еще не писал, и не знали куда, и не знали, что это за программа, а тут вдруг стали показывать, что кому-то помогают, кому-то рассказывают о его там судьбе, еще что-то, и вот тут вот уже вот это вот покатилось, 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 письма все, ну, как бы больше, больше и больше приходили. Поэтому писем было достаточно много, это была общая почта, корпоративная, куда приходили все письма, мы их читали, какие-то письма сразу уходили в корзину, потому что, ну, не несли в себе смысловой нагрузки, а в каких-то была действительно история, которая могла быть телевизионная. Когда среди вот таких жертв, у которых, я так понимаю, какая-то проблема, что среди них действительно были какие-то актеры, но не смогли найти отходящего никак, могло быть такое? Честно, при мне не было. Все истории были по письмам или, или брались герои реальных историй, поэтому, нет, нет, это потому, что в основном это брались или популярные люди, у которых что-то произошло в жизни, вот, и вот это вот раскручивали, начинали разговаривать об этом, или же происходила какая-то очень сильная трагическая история, вот, например, в первом сезоне, как бы, сезон заканчивался очень такой крутой историей, когда самолет вылетел в Шереметьево и упал, загорелся, и вот в живых остались две стюардессы, и вот одна стюардесса как раз-таки принимала участие в этих съемках, то есть, экстрасенс должен был пойти в лес, найти место крушения, рассказать, что здесь произошло, и так далее, и так далее. А как находили, ну, как нашли этих стюардесс, как находили тех знаменитых людей, которые могли участвовать? Ну, саму идею нам всегда, конечно же, давали продюсеры, то есть, например, это могло прозвучать так, ребят, вот есть стюардесса, выжившая после крушения, надо ее найти, то есть, она не говорила, где найти, как чего найти, и так далее, и так далее, поэтому вот эта вот история, со стюардессой, которая выжила в авиакатастрофе, вот я о ней немножко говорил, что я даже немножко этой историей горжусь, потому что, вот, например, получил я задание, надо найти выжившую стюардессу, где ее найти? Вот где? Начинаешь копать интернет, начинаешь копать издания, в которых печаталась история про нее, звонить журналистам, которые брали интервью с этой стюардессой, спрашивать контакты, ну, то есть, это такой достаточно долгий путь, а со стюардессой произошло вообще, мне дали контакт ее домашний телефон, казалось бы, ура, ура, я звоню, а это телефон в Питере, и там мне говорят, а вы знаете, это уже проданная квартира, то есть, стюардесса продала квартиру в Питере и куда-то уехала, вот, а, казалось бы, вот, прямо, что делать, и вдруг я, значит, вот рассказываю, что она нужна мне, этой даме, которая взяла трубку, и оказалось, что она стюардесса оставила свой номер телефона, и вот я уже позвонил по этому номеру телефону, и так далее, и так далее, в общем, вся эта история выросла, она в то время уже жила в Тверской области, мы сели в машину, поехали в Тверскую область, встретились с ней, договорились о съемках, экстрасенсов везли на съемочную площадку, я с водителем поехал в Тверскую область забирать стюардессу, то есть, такая вот история, такая длинная была. То есть, ты лично с ней, получается, общался, узнавал у нее всю информацию? Да, конечно, и поэтому, конечно же, узнаешь подробности, как вылетели, как вылетели, через сколько минут, как чего, ну, то есть, в принципе, вся информация, которая, но, опять же, эта вся информация уже до съемок битвы экстрасенсов, она была в общем доступе, ведь это же в газеты или СМИ освещали, это же не вчера произошло, что никто не знает, это была открытая информация, поэтому нужно было немножко с другого боку зайти, нужно было, вот на этом участке, расскажите, что произошло, как произошло, и что здесь было, вот, то есть, экстрасенс не знал, что вот именно вот здесь вот упал самолет, грубо говоря, просто его привели там на 10 квадратных километров, вот, ищите. Я вот что хотел еще сказать, подходя вот уже к этому, раз мы заговорили про финальное испытание и заговорили про первый сезон, вот как кто, вот именно, я хотел акцентировать на Наталье Воротниковой акцент сделать, в каком смысле, в первом сезоне были намного ярче персонажи, намного магические персонажи, намного эмоциональные персонажи, которые бы, видимо, если бы немножко по-другому расклад пошел, то, скорее всего, Наталья Воротникова, конечно же, не выиграла эту битву, потому что до, до нее в фаворе это была, конечно же, бесспорно, Алена Орлова, очень яркий персонаж, вот, которая умела подать себя в экран, на съемках, могла там вызвать духов, заговорить с духами, говорить, что она с духами общается, и так далее, и так далее, вот, а второй персонаж яркий, это была Арина Евдокимова, тоже, вот, про все рассказывающая, про все знающая, такая вот, на третьем месте, да, видимо, была Наталья Воротникова, но, если, вот, зритель посмотрит, вот, первую часть, он увидит, что все испытания она проходила, в общем-то, никак, средняя, ну, как вот, ну, как все, вот, ну, то есть, ничего такого супер-пуперного не происходило с Воротниковой на съемочной площадке, просто случилось так, что, в какой-то момент, яркая, и энергичная, и магическая, Алена Орлова, она ушла из проекта, вот, ну, по семейным обстоятельствам, там, не важно, вот, сразу как, у нас Арина Евдокимова поднялась, да, потом Воротникова, вот, но, так сложилось, что, в этом же сезоне, вдруг уходит второй участник, уходит Арина Евдокимова, из проекта, ну, тоже, как бы, по семейным обстоятельствам, возможно, или что-то там еще, я не знаю, очень, как бы, подробностей, и получается, что в итоге, получается, что Воротникова поднимается, вот, фаворит, у Воротникова очень хорошо себя, ну, как, она не очень хорошо себя преподносила, были намного ярче персонажи, просто там была в момент съемки, в одной, и это можно увидеть на первом сезоне, она пришла, Воротникова, в такой шляпе, и она как-то так посмотрела, и вот этот момент засняли, его немножко так пролонгировали, и получилось, что Воротникова таким ведьманским, от слова ведьма, взглядом из-под шляпы провела глазом, и вот, типа, всех, все, все покукожились, покорежились, ну, то есть, это был хороший, хороший, ну, хороший момент, вот, просто-напросто, если бы Воротникова не посмотрела вот так из-под шляпы, и это не ухватила камера, то вот этого момента не было, его можно, увидеть этот момент, его часто тиражировали, этот момент. А, вот еще, что я хотел сказать про этот, вот мы сейчас заговорили об финалистах, об участниках, в этом же первом сезоне была Светлана Проскурякова, мне уже в тот момент было очень жаль, что она не пошла дальше, я поясню, почему, Светлана Проскурякова, потому что она была, она астролог, да, больше, и поэтому, как, на съемках, вот, какие-то испытания происходили, вот, она приходила с компьютером, она там, выстраивала какие-то программы астрологические, все прочее, то есть, для зрителя и для продюсеров, видимо, это было неинтересно, она не была неплохим, там, человеком, экстрасенсом, возможно, еще что-то, но, вот, для зрителя это было магически неинтересно, несмотребельно, и поэтому, вот, к сожалению, Светлана Проскурякова ушла очень рано, то есть, ее, ну, грубо говоря, выгнали, там выгон же происходит, вот, и Светлана Проскурякова выгнали очень рано, вот, но зато осталась Даша Миронова, которую не могли выгнать до самой четверки, просто-напросто, это вот сейчас, вот, на данном этапе Даша Миронова, там, владеет, бог весь какими, регалиями и всем прочим, прочим, вот, на тот момент это была обычная девушка, ругающаяся матом, потому что ее все бесило, все раздражало, раздражали съемки, раздражало, что надо долгое время находиться на съемочной площадке, бесило все вокруг, и все, она всегда лажала, попадала не в попад, не в лад, и, в общем, вызывала только недоумение, смеха, и не более, вот, и когда уже, вот, был выгон, как раз-таки, три финалиста и четвертого, которого надо было выгнать, вот, выгоняли Дашу Миронову, вот, выгоняли ее достаточно тяжело, потому что из готического зала ее чуть ли пинками не пришлось не выводить, вот, потому что она ругалась матом, вот, и говорила, что она не согласна с этим и все прочее, прочее, вот, то есть, ну, такая была достаточно скандальная, одиозная, вот, но, тем не менее, она достаточно театральная и постановочная для того, чтобы дальше развивать свой такой имидж. Как мы уже говорили, что дружба экстрасенсов и редакторов, она, в общем-то, могла помочь и очень сильно помочь экстрасенсам в плане прохождения испытаний. Как, кто с кем дружился, у всех история разная, я не могу говорить о том, что за всех редакторов, может быть, кто-то из редакторов действительно, как бы, очень честно ни с кем не дружил, никому-то не рассказывал, что-то не подсказывал, кто-то подсказывал, у всех были своя история. Я могу сейчас, честно и открыто, сказать про свою историю. Мы подходим к самому страшному, за что меня, наверное, расстреляют. Мы переходим к разговору о самом щепетильном вопросе, одном из щепетильных вопросов в битве экстрасенсов, которых этот вопрос интересует очень многих. Про то, получают ли экстрасенсы от редакторов или еще от кого-либо информацию для успешного прохождения испытаний. Я не могу сказать за всех редакторов и за людей, которые работают на битве экстрасенсов, кто сливал информацию, кто не сливал, кто честно работал, кто помогал экстрасенсам. За всех я не могу говорить, потому что у каждого своя история. Я просто знаю, что кому-то помогал не я там или еще какой-то другой редактор, но он, тем не менее, проходил очень хорошо испытания. Я могу сказать только лишь за свою работу. Вот сейчас будет очень честно и откровенно. И я не боюсь этого говорить, потому что я... Ну, как... Я не боюсь это говорить, потому что я не вру. Поэтому я могу об этом говорить очень откровенно. когда ушли из проекта Алена Орлова и Арина Евдокимова, которые были фаворитами в первом сезоне, то как бы на сцену появилась Наталья Воротникова, которая до этого проходила испытания как бы ни шатка, ни валка. Ну, то есть особо ничего таких показателей у нее не было экстрасенсорных. Вот. Но так как Наталья Воротникова работала уже в магическом салоне в центре, то значит руководители таких центров всегда старались найти какие-то выходы дружбы с редакторами испытаний. Ну, с теми людьми, которые окружают экстрасенсов для того, чтобы каким-то образом заручиться помощью, поддержкой какими-то мелкими-мелкими или крупными связями для того, чтобы их экстрасенсы, которые работают в их организациях, они выходили на первые места. Сейчас я могу сказать откровенно, что такой же выход нашли и на меня. то есть руководитель центра, где работает Наталья Воротникова, завели со мной дружбу. Ну, хорошо это или плохо? Вы знаете, с одной стороны хорошо, потому что шоу делалось, людям было интересно смотреть, от меня получали эту информацию, не от меня. Но для успешного прохождения испытаний, для того, чтобы людям было интересно смотреть, ну, не я бы эту информацию давал, давал бы кто-то другой. я не хочу сказать, что Воротникова получала всю всегда информацию, нет, она получала информацию в ключевых испытаниях, которые как бы двигали ее как экстрасенсы, показывали с экрана как экстрасенсы. Вот, например, я не зря заговорил про испытания с стюардессой и вот с упавшим, разбившимся самолетом, потому что вот в этом испытании оно было ключевое, то есть там оставалось три человека, вот, и, нет, четыре, если я не ошибаюсь, но сейчас уже не вспомню, то есть это испытание было ключевое, после которого как бы решалась судьба вот, в принципе, уже победителя этого проекта первого сезона. Вот, я не случайно заговорил именно про это испытание, потому что вот именно это испытание, Воротникова до испытания, соответственно, она знала от и до, она знала куда нужно идти, как найти это место, где самолет упал, она знала всю предысторию, как он вылетел, как, что случилось, и так далее, и так далее, то есть, она владела информацией прямо вот очень-очень четко. Вот, поэтому испытание, те зрители, которые захотят это пересмотреть, испытание получилось ярким, трагичным, она описывала, как тут загорелось, как тут были люди, как тут кто-то погиб, там еще что-то в этом духе, вот, то есть, испытание было очень такое насыщенное. То есть, как это, ты подходил там на ушко или кто, или что, ссылала мейл, смс, или как-то еще добавила и текст в сценарий, как это происходило, как она узнавала, что ей нужно делать, чтобы выйти? Да, я понял вопрос, вот, именно лично со мной и с Воротниковой это происходило так, я зарегистрировал некую почту, просто вот, новую, абсолютно почту, вот, дал от этой почты пароль руководителю центра, где работала Воротникова, вот, и в нужное время, когда я уже знал, вот, какое испытание будет, всю историю этого испытания, я писал письмо на эту почту со всеми ссылками из СМИ, что нужно посмотреть вот на это, на эту ссылку, где рассказывалось, как самолет там летел, разбился и так далее, и так далее, короче, в этом, это письмо содержало весь исходный материал испытания, то есть, я посылал письмо на эту почту, люди там все смотрели, доносили до Воротниковой и все, то есть, я лично, лично я не рассказывал Воротниковой про то, как и что будет, это все было описано в письме да, 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 а за сколько это происходило до съемок, за какое время, ну, за очень короткий срок, например, за, вот, утром, грубо говоря, в 8 утра мы собираемся на съемки этого испытания, ну, там, и, грубо говоря, часов в 10, в 11, я очень четко понимаю, что мы завтра снимаем, во сколько мы завтра выезжаем и так далее, и так далее, и вот в этот же момент, значит, ну, в этот прям момент, ну, как бы вот, грубо говоря, за ночь до испытания, то есть, Воротникова владела вот такими вещами, то есть, информацией про то, как будет сниматься, где сниматься, что сниматься и так далее. А как именно на тебя вышел центр, руководитель этого центра, и как это именно, это как бы штат стегивали или что-то, какой ценник был? У всех, видимо, своя история знакомства, как я уже говорил, там, руководителей центров с редакторами. Лично моя история очень близкого знакомства с руководителем центра и слива информации Воротниковой, она такова, ведь съемки, испытания часто происходили в разных концах Москвы, или за пределом Москвы, или в Подмосковье, то есть, это могли быть в лесах, в полях где-то, вот, и туда, естественно, Наталью Воротникову привозили на машине, привозил руководитель центра на машине, то есть, она проходила испытания, какое-то время ждали, естественно, проходила испытания, садилась в машину, ее увозили, но пока там Воротникову пройдет испытание, они же все находимся, мы все вместе, вот, для того, чтобы там за всеми следить, бдить, вот, и вот в один из каких-то моментов я познакомился с руководителем этого центра, где работает Воротникова, Но ведь все же люди, все человеки, они свою цель преследуют, чтобы, они же понимают, что если Воротникова становится популярной, это значит, ценник увеличивается, приемы, это значит, более благосостояние лучше, и так далее, и так далее, вот, а я человек, как бы, со своими слабостями, я понимаю, что, если вдруг со мной какое-то заведут знакомство, это тоже, наверное, мне будет как-то выгодно, вот, я хочу сказать, что Воротниковой очень повезло, вот, просто реально повезло, прошло уже 10 лет с момента победы Воротниковой в битве, и она была самой низко запроплаченным экстрасенсом, потому, что в тот момент, конечно же, никто ни про какие деньги не говорил, ни про что, то есть, не выставлялись ценники там за участие, еще что-то в этом духе, вот, просто, ну, как бы, руководитель мог сказать, вот, ну, ты там попробуй, чтобы вот получше было, там еще что-то, мы там отблагодарим, все прочее, прочее, то есть, это был первый сезон, когда вообще все, как было по тонкому льду, а какие тут уже ценники и все прочее, прочее, назначать, поэтому это было на таких, на полудружественных таких основах, когда, ну, как бы дружбу завели, и вот тебя начинает как-то так приватно просить, ну, типа, вот, может ее как-то направить в Ротникову, чтобы она там что-то получше была и так далее, и так далее, вот, и, ну, и ты вроде как соглашаешься, потому что тебе перспектива сулит какие-то дивиденды от этого всего, вот, ты соглашаешься и начинаешь в это вариться, в это ввязываться, вот, и, знаешь, вот, вот, через какое-то время ты понимаешь, что ты по уши завяз, потому что тебе что-то там предлагают замены, деньги какие-то, еще что-то, ты вроде бы, в общем, ты должен отказаться и послать подальше, но человек слаб, он может не отказаться, я не отказался, вот, а раз ты один раз не отказался, ты начинаешь и дальше в этом вариться, я не знаю, это плохо или хорошо, конечно же, это плохо в плане человеческого поступка, наверное, с другой стороны, если бы я это не сделал, ну, возможно, Воротниковой бы кто-то это по-другому подсказал, а за другую цену, и это было как-то по-другому выглядело на экране, но, как бы то ни было, хороший это поступок, или плохой, или вообще же ужасный, жуткий, но Воротникова победитель, и она прекрасно выглядела на экране в своей победе, и люди ей поверили. Вот сейчас мы возвращаемся к тому моменту, вот здесь очень грамотно, теперь уже можно вставить, вспомнить, когда Мария Шайкировича сказала, гореть нам всем в аду за эту программу, то есть, по большому счету, я в первом сезоне сделал Воротникову, кто-то еще в каком-то сезоне кого-то сделал, кто-то еще кого-то сделал, и они стали победителями, они стали востребованными, они стали ломить ценники, и к ним стали идти люди, которые несут деньги, но я уверен, что, я уже говорил об этом, что ни один человек на этих приемах не получает того волшебства, той магии, и того экстрасенсорики, которую они видят на экране, отсюда идет разочарование, что, блин, они же там на экране там такое делают, а мне там пургу какую-то гонят, вот, и поэтому, может быть, и мы будем гореть в этом аду, потому что мы вообще создатели битвы экстрасенсов, и редактора, и те, кто вообще за это ответственен, мы вырастили монстра, мы реально вырастили монстра, который ничего не умеет, который, по сути своей, чаще всего безграмотный, который не может связать трех слов, который не всегда закончил 10 классов, который в каких-то там городках за 200 рублей гадал в парикмахерской, мы вырастили монстра под названием экстрасенс тире победитель программы битвы экстрасенсов. Почему мы это монстр? Он не психолог, у него нет психологического по большому счету образования, он с придуманной историей, то есть, человек садился напротив меня и рассказывал историю своей жизни, и из этого, как я уже приводил пример, вот сидит человек напротив меня и говорит, я спрашиваю, ну как вы стали экстрасенсом, какая ваша история? Он говорит, ну вот я шел, у меня заболел живот, я упал, а когда я очнулся, я понял, что что-то я там слышу, вижу, а я тут пишу, так, была ночь, дождь, слякоть, я за рулем, и тут вдруг шварк-варк, короче, авария, я очнулся, выжил в аварии, была клиническая смерть, а при клинической смерти, как известно, клетки мозга отмирают, а когда человек возвращает к жизни, он, значит, уже начинает как-то по-другому действовать, вот, я стал экстрасенсом, поэтому, по большому счету, если мы почитаем историю многих экстрасенсов, то у всех, включая Воротникова, две или три клинической смерти, у всех в восьмом поколении колдуны, бабки, прабабки, и все прочее, 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 но давайте посмотрим, проводим глаза, ни одного, в общем, в принципе, ни одного экстрасенса, к которому сейчас идет вся страна, народ до этого никогда не знал, вы найдите об этом человеке информацию в интернете, ее нет, она написана с чистого листа, то есть, я вчера продавала сыр на рынке, а сегодня я пишу книгу мертвых, вот, человек с чистого листа прописывают историю, все прочее, поэтому я еще раз хочу повторить, что, вот, вот эти слова, гореть нам всем в аду за эту программу, они были некие, некоторые такие пророческие, и все прочее, потому что мы вырастили монстра, мы вырастили экстрасенса, мы мало того, что вырастили монстра, мы дальше, уже без моего участия, потому что я работал всего лишь в трех битвах, дальше эти монстрята стали плодиться и размножаться, как горячие пирожки, то есть, если мы вырастили одного монстра, был идол Воротникова, а потом вдруг эти монстры размножились, которые прекрасно проходят испытания, которые замечательно проходят все-все виды проверок. Они знают, кто куда пошел, кто чего одел, кто что ел и так далее, и так далее, и так далее. То есть, о чем это говорит? О том, что я в своем сливе... То есть, то, что тогда происходило, это просто детский сад по сравнению с то, что происходит сейчас. Вот. И я хочу дальше сказать, что после того, когда Воротникова стала победителем, вот, конечно же, был банкет очень большой, на который были приглашены все мои редактора и так далее, и так далее. Вот. Было празднование. Вот. И я даже могу озвучить сумму. Мы никогда не договаривались с руководителем центра о какой-либо сумме, которые, ну, которые бы меня отблагодарили. Просто меня пригласили в ресторан, и как бы мы говорили о жизни, и так далее, и так далее. Но так как я уже не первый год живу, то я сказал о том, что столько работали, столько работали, полгода безвылазно, вот куда бы-нибудь в отпуск съездить бы, хорошо бы. Не вру. Так и было. Ну, в смысле, я это сказал. Вот. На что, значит, руководитель центра дала мне конверт и сказала, вот здесь вот на отпуск хватит. Вот. Поэтому вот сейчас я не хочу, чтобы это прозвучало как нечто жуткое, страшное. И... Но тем не менее. То есть, экстрасенсы получают информацию. Просто ценники другие. Просто ценники другие. Потому что в дальнейшем, в дальнейшем, даже когда я ушел из битвы экстрасенсов, я три сезона отработал, на четвертой уже не приглашали. Вот. В дальнейшем, когда все равно связь была с работниками битвы экстрасенсов, вот, в дальнейшем, работая уже в центре волшебная сила после битвы экстрасенсов, конечно же, всегда был интерес, чтобы какого-то человека из центра волшебной силы продвинуть в эту битву. Ну, никак не получалось найти вот эти вот точки соприкосновения с кем-то, чтобы продвинуть. Ну, я хочу сказать, просто персонажи были неинтересные. Они были такие вялые, не особо интересные и все прочее. Поэтому они как бы не продвигались туда в битву экстрасенсов. Никак. Вот не могли с того момента как-то особо засунуть. Но и, грубо говоря, там, начиная, я уж не знаю, с какого сезона, я понял, почему я понял, потому что я это услышал, я понял, что ценники стали очень четкие. Очень четкие ценники стали. Например, если, грубо говоря, при мне кто-то там... Я просто знаю, сейчас скажу, в третьем сезоне одна из редакторов уехала на новенькой машине. Вот. За кого? За кого она уехала? А, я могу об этом сказать. Значит, в третьем сезоне появилась такая казашка Сулу Искандер. Сулу Искандер, если я теперь правильно помню. И ее вела... Вот ее, вот я, ну, как бы свое поведение я знаю, когда ты сливаешь информацию, когда ты как-то помогаешь. Вот. Ее поведение было понятно. Она очень четко вела экстрасенсов. То есть, она его обхаживала и так далее, и так далее. Вот я знаю, что она уехала на новенькой машине с третьего сезона. Она больше не появлялась. То есть, она появилась на третьем сезоне, и на четвертом она больше не появилась. Ну, то есть, как бы человек то ли выполнил свою задачу, то ли что. Но при этом Сулу, она не была ни победителем, хотя она как бы и шла и с одной стороны хорошо, и все прочее. Но она была очень сложный человек. Там делали какие-то пересъемки, если она плохо делала. Вот. То есть, если она плохо проходила испытания, делали какие-то даже пересъемочки такие. Вот. Она была на своей волне, она могла не приехать на испытания. Вот. Это... Я через это проходил. А откуда она, это сказало? Из какого центра? Она не из центра. Я знаю, что она из Казахстана. Вот. И... Но как она появилась, она даже не была на каких-то первых испытаниях. Вот если посмотреть хронологию по испытаниям, она не была в первых испытаниях. Ну, в пару, видимо, точно нет. Она вот как-то уже появилась, вот как на Мистер Икс, вот, видимо, вот уже на третьем испытании. А вот эти люди, Раджавова, Мехди, второй, третий сезон, откуда они? Кто они? Кто их ввел? Не ты их привел? Ну, в смысле... Нет, нет. Я тоже их не приводил. И так получилось, что и кастинги я с ними не проводил. Но я с ними работал, как и со всеми остальными. Но я хочу очень также четко сказать, что Раджавова, конечно, была очень сложный человек на съемках. И, видимо, ее кто-то очень четко вел. Потому что Раджавова всегда, в принципе, знала, какие будут испытания и как это будет все выглядеть. Вот какую-то историю она практически всегда знала. Она неправильно пользовалась информацией. Она вот, если, ну, грубо говоря, вот я, например, знаю, что Мистер Икс Пугачева, да? Я, чтобы правильно воспользоваться информацией, что там Пугачева сидит, да? Я бы сказал, так, вижу там, не знаю, огненные волосы или огонь, вот так вот. Наверное, может быть, огненные волосы, может быть еще... Ну, то есть, теперь уже через 10 лет работы с экстрасенсами меня можно то же самое выпускать. Я обязательно попаду. Если я буду говорить в течение 15 минут, я во что-нибудь попаду. Я... Было очень четко понятно, что Раджабову кто-то из редакторов вел, потому что она всегда владела информацией, но она очень плохо ей пользовалась. То есть, она не завуалированно ее рассказывала, ну, как вот экстрасенс, да? Он же не во все попадает у нас на экране, а она всегда вот прямо очень четко во все попадала. Вот. Но и это было еще вот из чего понятно. Если испытание снималось, когда это была история человека, нужно было все рассказать про человека и все прочее, то есть, Раджабова здесь была на высоте. То есть, она могла четко рассказать историю соседей, и там героя, и собачки-жучки еще в придачу. Вот. А вот когда история была... Касалась поиска или той ситуации, когда я бы... Ну, например, я бы вел Раджабову, да? И когда я бы не мог подсказать, где этот предмет, вещь или человек находится четко. Вот тут вот Раджабова лажала. Те люди, которые увлечены битвой экстрасенсов и немножечко работает мозг, они умеют это вычленять. Когда вот человек проходит, проходит испытание, и все у них замечательно и хорошо. И вдруг вот, ну, казалось бы, да, на пляже зарыли шкатулку с драгоценностями. И вот ее надо найти. Ну, только вчера-то этот проходил замечательное испытание. А сегодня Раджабова бегает по пляжу, роет весь песок, где ни попадя, кричит на всех и ругается матом. То есть она не владеет информацией, где зарыто. Ну, как можно рассказать, где зарыто? Ну, правда же? Вот. И так далее. Очень хорошо видно на экране, когда тебе сливают информацию, а когда не сливают. То ты прям получаешь белый конверт там и все прочее. Вот. Ты на высоте. А то ты не можешь двуслов сказать. Понятно. А кого ты еще ввел из экстрасенсов? Вот лично. Мы с тобой об этом никогда не говорили в предварительной беседе, но еще я вел Максима Воротникова. Вот. И покруче вел, чем Наталью Воротникову. Ну, просто-напросто уже после победы Натальи Воротниковой, руководитель центра, ну, в открытую мне сказала о том, что, ну, постарайся сделать так, чтобы, пожалуйста, там, сделай так, чтобы Воротников, Максим хотя бы попал в десятку, чтобы он был. Поэтому у нас было... Вот на этой битве я ее, с одной стороны, второй сезон называю, с одной стороны, неким таким смешным сезоном. Он был какой-то несерьезный для меня и не особо интересный. Вот если первый был он очень интересный, насыщенный событиями и все прочее. Второй был не особо интересный. Там была вот эта Валентина Никитенко, которая ничего собой не представляла, но очень много говорила. Вот. Была Зулия Раджабова, которую кто-то тоже вел. И у нас было такое противостояние. И был Максим, которого я вел. Вот. Также продумали историю, там, например, как Максим может по запаху чувствовать что-то там, события какие-то и все прочее, прочее. Ну, то есть, это была очень такая хорошо продуманная история. К сожалению, Максим не попал в победителя. Потому что в один из моментов... В один из моментов Максим неправильно воспользовался информацией, которую ему предоставил. Вот. Это как раз завершает мою карьеру на битве экстрасенсов. Неправильная воспользованная информация завершила мою карьеру на битве экстрасенсов. Потому что в одном испытании Максим рассказал все, что нужно было, все, что требовалось по истории. А перед ним сидело несколько человек. И вот он рассказывал историю из одного человека, который был перед ним. Вот. И он рассказал всю историю, все замечательно, все прекрасно, что у него, как у него со здоровьем, как это произошло, что подвело ее к этому и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все прямо там были в ауте. Он рассказал вот эту всю историю об этом человеке, который сидит вот среди там восьми или шести человек. И в завершении нужно было, значит, показать на человека и сказать, вот о ком я, значит, говорю. Этот человек встает и говорит, да, действительно, это я. И он показывает на женщину, говорит, вот это вот эта женщина. Она встает и говорит, а это не я. И ну, конечно же, у продюсеров, наверное, тоже дважды два сошлось, что как-то человек рассказывает вообще всю историю, ну, то есть, ясновидит и вдруг показывает совершенно другого человека. Такого же не может быть. Ты же считываешь, вот я с тобой общаюсь, да, и я экстрасенс, я с тебя считываю информацию. Я же не могу сказать, что, ой, это вот с той девушке, которая рядом сидит, информация. То есть, я или с тебя считываю, или я ее не знаю. Как же он так промахнулся-то? Если ты его убил, ты дал ему все информацию. Вот, вот понимаешь, вот это была лажа, вот чистой воды. Это была какая-то случайность, когда человек воспользовался информацией, но... но мы все пролетели. То есть, в этот момент, видимо, те, кому надо, поняли, что Максим получает информацию извне. Но, соответственно, конечно же, я понимаю, что поняли, что от меня, потому что меня в какой-то степени отстранили от участия в съемочном процессе. Я мог разрабатывать дальше, меня оставили на разработке истории, но так завуалированно меня пододвинули. Мне никто не сказал в лоб, так, Олег, мы там, что-то там подозреваем, мы не хотим, чтобы ты находился рядом с экстрасенсом, поэтому занимайся редакторской работой. Мне никто не сказал в лоб, но меня отодвинули от съемочной площадки. То есть, я так дальше разрабатывал историю, я посылал эту историю продюсерам, что она разработана, и дальше уже к съемкам я, в общем, практически не допускался. И вот с этого момента, если Максим шел по восходящей и мог бы быть и победителем, и все прочее, раз и схлопнулось. То есть, я не мог предоставить ему историю, я не был на съемочных площадках, и, в общем-то, мне пришлось по большому счету в какой-то момент я даже ушел в отпуск на две недели. И тогда вот Залия Раджабова, видимо, ей об этом доложили обо всем. И вот тогда Залия Раджабова очень, очень злорадствовала по этому поводу. Она злорадствовала по поводу того, что я ушел в отпуск. Она злорадствовала по поводу того, что у Максима показатели упали, прохождение испытаний. Вот. Но все равно она понимала вот в своем злорадстве, она все равно держала вариант, что Максима могут сделать победителем второй битвы. Потому что когда снимали финал битвы второго сезона, то Залия Раджабова подготовила некие плакаты, на которых было написано «Боротников подстава». То есть если бы Максим вышел с этой рукой как победитель из готического зала, то там бы некие люди подняли бы плакаты, на которых было написано «Максим подстава». Но победителем стала Раджабова. Но при этом с Максимом они конечно же не стали сразу любиться и дружиться и все прочее. То есть дружбы там никакой не было. Но она победила. Но я очень четко могу сказать, что ей информацию сливали, потому что вот ее глупость, вот ее полуцыганская глупость, я вам хотел сказать, она тоже сыграла злую шутку. У меня было одно испытание очень сильное, очень серьезное. Девочку в пригороде Подмосковья извините, изнасиловали, убили, чуть ли не расчленили там в каких-то кустах, в елках. Мама очень просила, она реальная история, и мама этой девочки меня держала вот так за грудки, когда мы это будем снимать. То есть я делал вот это испытание на второй сезон. И мы уже должны были снимать это испытание, и мы звоним экстрасенсов, собираем их на испытание, то есть вы должны приехать в такое-то время, в такое-то место. Отсюда мы их забираем и везем уже в автобусе, например, в Подмосковье, где должны испытания происходить. Мы звоним, это был не только я, нас было трое, я сейчас не могу сказать точно, кто был в редакторской, мы звоним Зулья Раджабовой и говорим, Зулья Зулья, завтра будет испытание, нужно приехать в такое-то место. И вдруг Зулья по телефону начинает рассказывать эту историю. Я уже вижу, что там елки, что там кровь, что там порванное детское девочке платье, то есть она прямо по телефону нам, мы ее только пригласили на испытание, она нам уже по телефону рассказала все испытание. И тут тогда тоже стало понятно, что Зулья тоже сливают все испытания. То есть вот у человека головы хватило, у нее еще никто не спросил, она просто хотела очень быстро похвастаться, что она такой экстрасенс, что она даже уже знает, чувствует, ясновидит, какое испытание должно будет сниматься. И это испытание во втором сезоне не снимали, потому что об этом доложили Шайкевич, Шайкевич нам вставила люлей, она напрямую на нас стала говорить, типа, кто слил ей, кто ей рассказал про это. И мы такие сидим и говорим, нет, вот только прям позвонили ей. То есть она уже до нашего звонка, до съемок испытаний, Зулья уже знала про это испытание. И тогда я четко понял, что залью тоже уже кто-то ведет. И это испытание было снято со съемок, я долго извинялся перед матерью, потому что вся там деревня собирается на завтра на место убийства девочки, а тут звонит некий редактор и говорит, не, у нас отменяется. То есть это было для матери шок. Это испытание снимали в третьем сезоне. Мы его сняли, но в третьем сезоне. Другими экстрасенсами. Другими экстрасенсами, да. Слушай, подожди, то есть я понимаю, что продюсеры, они сами ну, как бы отказывались снимать испытания, когда узнали, что Зулья кто-то. Они пытаются выяснить, кто есть Ливал. А вот даже Шайкин сидишь. Они увольняют, соответственно, редакторов, не приглашают их на следующие сезоны. Почему они это делают? Что им это дает? Знаешь, у меня две версии. Одна хорошая, другая, наверное, еще лучше. Первая версия это что продюсеры, они, наверное, все-таки хотели, чтобы все было по-честному. Поэтому как бы редактора менялись, нас там ограничивали и так далее, и так далее, и так далее. Вот, чтобы чтобы было все по-честному и чтобы экстрасенсы проходили испытания так, как есть. а вторая версия, наверное, надо вообще-то было все потом в одни руки. Когда это поставили на денежный поток, наверное, надо было это все переводить в одни руки. как это так, какой-то там Иванов, Петров или Сидоров получит там 200 или 300 тысяч рублей мимо кассы, грубо говоря. Я не очень верю в то, что продюсеры хотели все по-честному, потому что, ну, как-то, если по-честному, это значит, это, это, в принципе, ничего не будет. Вот, ну, ничего же не будет на экране происходить. По большому счету. Ну, они будут говорить, какую-то лажу нести, какую-то фигню будут нести, кто-то что-то во что-то попадать и все прочее. Ну, не будет вот этих красивых планов, слез, биений и все прочее, прочее, прочее. То есть... Но они, получается, не могли контролировать до конца все. До конца, конечно, я думаю, что и сейчас ничего до конца не контролируется. Вот. Но они минимизировали вот эту утечку или хотя бы направили это в один карман, потому что, когда стали менять редакторов, то стали появляться родственники тех людей, которые там как-то что-то более значили, например, чем я с улицы. Потому что я просто пришел с улицы, я отработал на себя, и я ушел на улицу, и все. А там, видимо, все это стало как-то минимизироваться или хотя бы сводиться в один карман это все. «Музыка» Продолжение следует...